Джадав Малай Паинг, живет на севере Индии в городе Джорхат. Его невероятная история началась в 1979 году, когда в результате наводнения на берег реки выбросило множество змей, которые в короткие сроки умерли от жары. Джадав тогда был еще ребенком, но это печальная картина смерти и увядание природы, запомнилась ему на всю жизнь. В области, где он жил, было недостаточно растительности и деревьев, из-за этого погибало все живое. Эту пустующую зону легко было разглядеть даже со спутника. Когда Джадаву исполнилось 16, он пошел к местным властям, чтобы попросить их посадить деревья. Чиновники ответили отказом, полагая, что в мертвой зоне, все равно ничего не вырастет. Юноша решил попытать счастье у старейшин родной деревни, которые также посчитали просьбу невыполнимой, однако дали ему 20 саженцев бамбука. Взрослые не переставали отговаривать 16-летнего подростка, но Джадав продолжал решительно игнорировать мнение любых авторитетов. Джадав посадил первый бамбук прямо посреди пустыни. Все последующие годы он продолжал регулярно высаживать там деревья и кусты. Из маленьких саженцев через несколько лет вырос целый лес. Сегодня, 35 лет спустя, лес Джадава составляет почти 6 квадратных километров. Больше, чем 100 футбольных полей. Тигры, птицы, слоны и носороги вернулись наконец в эту область, поросшую теперь густым лесом. По пути в лес слоны поначалу топтали рисовые поля. Крестьяне были в ярости и хотели вырубить все деревья. Но, к счастью, постепенно все поняли, что лес приносит всем огромную пользу. Лучше иметь вокруг зелень, чем пустынную равнину. Кроме того, Джадав грудью вставал на защиту своего леса и постоянно говорил, лучше срубите меня, чем мой лес. Прошло много лет, прежде чем люди поняли, какое великое дело сделал местный сумасшедший. Джадав Паинг был удостоен гражданской награды Индии, он стал настоящим героем своей страны. Сограждане дали ему имя хранитель лесов, которым он очень гордится. Джадав даже называет себя самым счастливым человеком на земле. Да и кто с этим не согласится? Как много может изменить один человек, если у него есть желание, терпение и воля? Своими собственными руками Джадав превратил безжизненную пустыню в настоящий тропический заповедник. Все лишь смеялись над его упорством, но он не отступал. Только представьте, как изменилась бы земля, если бы каждый из нас за свою жизнь посадил и вырастил хотя бы десяток деревьев. Может, начать прямо сейчас? Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного, а также ставьте лайки и пишите комментарии, что думаете насчет этой истории.